Нефтепровод в селе Шубарсу стал головной болью почти для 500 сельчан, владельцев земельных участков. Около полутысячи участков со строениями попали в охраняемую зону нефтепровода, пролегающего по окраине села. Наталья Гридишко строила свой дом по кирпичику в 70 метрах от магистрали на протяжении 25 лет. В 2005 году Наталья Андреевна переоформила свое жилье, получив новые документы. Но о зоне отчуждения тогда никто из представителей власти не сказал пенсионерке ни слова. Вот этот участок документов. Вот, как говорится, электроэнергия, логи. Вот все, само все. Это вот этот участок, который, как говорится... О проблеме и о возмущении сельчан знают и чиновники. В связи с этим в местной школе было созвано срочное собрание с участием жителей Шубарсу, Акимов села и района и районного прокурора. И вот здесь сельчане узнали о территории охраняемой зоны. На сегодняшний день судебное решение вышло в отношении 7 жителей на снос домов и еще 500 земельных участков попали в охранную зону, которая равна 150 метрам. Вы не виноваты в том, что построились на земле, которая является охраняемой территорией. Вина здесь бывшего Акима, который не сохранил СНИП. Для разрешения этой проблемы мы связались с руководством компании «Кастрансойл» с просьбой перенести нефтепровод за автомагистраль подальше от жилых домов. Но выяснилось, что это вольется в круглую сумму, а у компании таких денег нет. Такой ответ чиновника пришелся не по душе сельчан. «А что, если у нефтяной компании нет денег на перенос нефтепровода дальше от наших домов? Значит, нужно нам сносить свои дома и строить их в другом месте? А у нас есть деньги, вы спросили. Почему мы, обычные граждане, которые купили дома и имеем все необходимые документы, должны тратить свои деньги? Пойдите, объясните это моим пятерым детям». Впрочем, в Акимате пообещали помочь людям. Чиновники планируют выделить земельные участки тем, чьи дома пойдут под снос. Правда, когда это будет, неизвестно. О компенсации за свои дома речь тоже не идет. Поэтому жители Шубарсу намерены обратиться в суд еще и по этому поводу.